МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Мемориальный комплекс Вечной Огонь обновляют к юбилею Победы. В Сарове выросло количество ДТП, в которых пострадали люди. Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги прошедших 9 месяцев. Дорогой героев 1812 года. Молодежный пеший марш организовал военно-исторический клуб победителя. Энергия в спорте. Методист Шор Атом Светлана Кузьменко завоевала золото чемпионата мира по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Далее расскажем обо всем подробно. На мемориальном комплексе Вечный Огонь ремонтируют покрытие площадки. Также в этом году планируется обновить оголовки близлежащих цветников и переднего плана подпорных стенок, покрытие основания стел и самого обелиска. Все эти элементы выполнят из гранита. На основании обелиска заменят звезду. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. В следующий момент можно еще добавить, что произвели вырубку аварийных деревьев в данном сквере, потому что некоторые деревья уже находились в фалатном состоянии и у каких-то были уже морозобойные трещины, поэтому пришлось их тоже удалить. До конца этого года планируется установить освещение и подсветку стел. В следующем году приступят к озеленению и работам по декоративной штукатурке стел и обелиска. Подрядчиком выступает компания «Уютный город». Мемориальный комплекс «Вечный огонь» обновляют к юбилею Победы. Кроме этого, в ближайшее время Департамент городского хозяйства начнет подготовку к мероприятиям по благоустройству воинских захоронений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. За 9 месяцев текущего года сотрудники ГАИ зафиксировали 56 ДТП, в которых пострадали люди. По сравнению с прошлым годом, это на 13 случаев больше. Число раненых в результате ДТП также увеличилось на 10 человек. За первые 9 месяцев года на дороге не погиб ни один горожанин. Несовершеннолетние стали почти в два раза чаще попадать в дорожно-транспортные происшествия. А происшествий по вине пешеходов, наоборот, стало меньше. Пьяные водители стали виновниками четырех ДТП. В два раза выросло число аварий из-за ненадлежащего состояния проезжей части и занижения обочин. Анализ дорожно-транспортных происшествий пострадавшим показывает, что основными видами являются такие, как столкновение транспортных средств 23 к 16 в том году, наезд на пешеходов, рост 19 к 13, на пешеходных переходов плюс 1, 9 к 8 по тому году. В этом году уменьшилось число случаев наездов на велосипедистов. При этом число наездов на животных стабильно, по одному случаю в год. Основными причинами ДТП стали нарушения правил проезда пешеходных переходов, выезд на встречную полосу и нарушение дистанции между автомобилями. Немало аварий произошло из-за непредоставления пешеходу преимущества движения. В этом году в два раза выросло число случаев несоблюдения требований дорожных знаков. Ну и, наверное, бич такой в плане, что превышение скорости движения водителями. В 1924 году 7 превышений стали, способствовали совершению дорожных происшествий. К 3 по 1923 году. Сейчас прорабатывается вопрос об установке камер красных чертей города. В 1925 году надеемся, что выпрямим данную ситуацию. За этот год сотрудники госавтоинспекции провели 37 профилактических мероприятий. Бахус, труба, внимание, пешеход, электровело, мототранспорт и другие. 145 пьяных водителей привлечены к административной ответственности. Из них 28 повторно пойманы в нетрезвом состоянии. В два раза выросло число ДТП с участием детей. Всего в 2024 году было зафиксировано 503 ДТП. Это на 14% больше по сравнению с прошлым годом. В два раза уменьшилось число водителей, которых привлекли к ответственности за управление автомобилем без прав. Также выявлено в два раза больше нарушений правил дорожного движения. 218 нарушений зафиксировано со стороны пешеходов. Хотел обратиться ко всем участникам дорожного движения, так как я уже сказал, пешеходы также являются участниками дорожного движения. К пешеходам также относятся пункты правил дорожного движения. Правил дорожного движения – это не просто какая-то художественная литература. Это действительно правила, которые пришли из жизни. За каждым пунктом правил стоит, как правило, чья-то трагедия, чьи-то жизни, чьи-то судьбы. Дорога ошибок она не прощает. Егита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В поликлинике есть две вакцины от гриппа – Савигрип и Ультрекс-Квадри. По словам врачей, обе вакцины себя хорошо зарекомендовали. Ультрексом вакцинируют только беременных женщин и детей. Всех остальных – Савигрипом. Оптимальное время для прививки против гриппа – период с сентября по ноябрь. Иммунитет к заболеванию вырабатывается в течение трех недель после вакцинации и сохраняется в течение года. Делать прививку определенно стоит, потому что мы заметили четкую закономерность. Пациенты, которые вакцинируются, имеют меньше осложнений от гриппа, реже попадают в стационары. Могут быть поствакцинальные реакции в виде повышения температуры тела, общего недомогания, но они проходят значительно быстро и не сравниваются с теми осложнениями, которые может привести грипп. Если человек заражается гриппом, то заболевание протекает легче. Вакцинация от гриппа защищает от таких серьезных осложнений, как пневмония, менингит, эндокардит, плеврит. Вакцинация противопоказана людям, у которых есть реакции на куриный белок, анафилактический шок, крапивница, отек к венке. Также прививаться не стоит во время обострения хронических заболеваний, простуды. Вакцинация показана с шести месяцев, но есть определенная группа людей, которым вакцинация необходима в первую очередь. Это лица старше 65 лет, пациенты, которые имеют хронические заболевания, легочная система, сердечно-сосудистые заболевания, беременные женщины, работники медицинских урочереждений и общеобразовательных организаций – детские сады и школы. Для профилактики гриппа и ОРВИ необходимо избегать контактов с лицами, у которых есть признаки заболевания, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, носить медицинскую маску и менять ее каждые два часа, после посещения общественных мест мыть руки с мылом или протирать их специальным средством, промывать нос теплой водой, почаще делать влажную уборку и проветривать помещение. Также ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, полноценно питайтесь и занимайтесь физической активностью. Но помните, что основная мера специфической профилактики гриппа – вакцинация. Записаться на прививку можно через колл-центр по телефону 95511 и через ведомственный портал медицинских услуг ФМБА России. Для удобства горожан поликлиника номер один проводят выездные вакцинации против гриппа. Мобильные бригады выезжают как в старый, так и в новый район. С собой необходимо взять паспорт с НИЛС и полис ОМС. Ближайшие даты выездной вакцинации можно узнать в группе «Клиническая больница номер 50 Саров» ВКонтакте или по телефону колл-центра. Светлана Ярунов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. С началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Горожане активнее используют электрические отопительные приборы, при этом их исправность проверяют далеко не все. Причинами возгорания чаще всего становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации, перегрузкой электросети. В частных домах нередко используют печи. Основные требования к ним просты. Не должно быть нарушений в конструкции. То есть, этот дымоход должен быть у нас исправный, без трещин, не иметь никаких повреждений. Также должны быть у нас печи оборудованы притопочными листами. И в быту должны соблюдаться некие требования к печному отоплению, тем самым к печам. То есть, не допускается размещение предметов каких-то бытовых, а также мебели в непосредственной близости к печам. Не допускается разведение огня с использованием их воспламывающей жидкости либо газа. Также нельзя оставлять детей присматривать за горящей печью. Лучше не перекаливать ее, соблюдать временные промежутки. Вблизи печей и на их поверхности нельзя хранить предметы, которые могут загореться. В осенне-зимний период активно отапливаются дачи. Перед использованием печь нужно очистить от сажи и копоти. Далее это следует делать хотя бы раз в три месяца. С начала года в Сарове произошло 36 пожаров. В основном из-за неосторожности при курении и неправильном использовании электрооборудования. Как правило, это может быть у нас нарушение изоляции электроприборов. Как часто бывает, это электронагревательные приборы, которые вовремя не проходили проверку. Нарушается изоляция, привод к короткому замыканию, вследствие этого происходит возгорание. Недопустимо оставлять электрооборудование без присмотра, сушить на нем одежду. Если возгорание все же произошло, нужно действовать в первые секунды после начала задымления. Немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону 01 или 112. Эвакуировать людей и, если это возможно, попытаться самостоятельно потушить пламя. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В последнее время все чаще можно услышать предложение ввести в нашей стране дополнительный налог на бездетность. Считается, что эта мера поможет решить демографический вопрос и будет способствовать увеличению рождаемости. Звучат слова о том, что новый налог может составить до 40 тысяч рублей в месяц. Мы вышли на улицу города и спросили старовчан, что они думают об этой инициативе. Считаю, что нормально, можно водить, чтобы рождались дети. Но просто налог должен быть разумный и в разумных пределах, так скажем, рассчитываться. Я считаю, нет. Кто-то может по каким-то, мало ли, причинам, а так зачем этот налог вводить. Я думаю, что ни к чему. Это мое мнение сугубо. Ну, какую-нибудь помощь для многодетных ввести, вот это да. Я знаю людей, которые, ну, сами понимаете, в состоянии здоровья не могут это делать. Поэтому как-то это обижает. Я думаю, что это обидит людей. Надо вводить. Почему? Больше денег будет в дюджете государства. Будут, может быть, помогать тем, кто с детьми, соответственно, будет расти популяция населения. Семьи своей нету, вот. Так что пока, ну, не задумывался об этом. Как по мне, решение, ну, распорное. Вот. Моя мнения, ну, скорее всего, нет. Не знаю, глупость какая-то. Я платил когда-то налог на бездетность при социализме. Ничего, перетерпите, ребята. Держитесь. Мне 83. Какой этот налог? Я думаю, что лишь налоги нам точно не нужны. Их так более чем достаточно. Да, конечно. Потому что дети рождаемости, да, так сказать, меньше. Мало стало ее. Не хотят молодые люди заводить семьи. Потому что, сами знаете, как у нас в стране. И с работы не очень хорошо, и маленькие зарплаты. Ну, а во-вторых, ну, не все могут родить, правильно? А если у некоторых нет возможности, за что у них берут такие, вообще-то немалые деньги, если это так было по сути дела. Так что это, знаете, такое двойственное. Считаю, что не нужно. Потому что могут быть медицинские проблемы у людей. Так что это все под одну гребенку. Идея проекта «Дорога героев» 1812 года родилась несколько лет назад. Руководитель военно-исторического клуба «Победители» Вячеслав Лапашов нашел много материала о том, что Нижегородское ополчение для войны с Наполеоном в 1812 году формировалось в городе Арзамасе. В его рядах было около 20 тысяч человек. Пехота, эскадрон кавалерии, легкая батарея. Ополчение под командованием графа Грузинского дошло до Гамбурга и штурмовало город. Вячеслав Лапашов решил организовать «Пеший марш» по «Дорогам героев» 1812 года. Подобный марш мы уже проводили. Это был 2013 год. У нас была целая программа гигантская. 15 лет или 16 она шла. И она называлась «Пеший марш, идущий за горизонт». Это как бы его через небольшой промежуток времени продолжение плавненькое. В однодневном походе по «Дорогам героев» прошли 60 человек. Военно-исторический клуб «Победители», секция «Центр внешкольной работы», военно-спортивное объединение города, студенты, ветераны, а также воспитанники школ города Арзамаса, села Выезднова и поселка Суроватихи. Участники стартовали с соборной площади Арзамаса и дошли до села Абрамова, воссоздавая маршрут нижегородского ополчения. Всего ребята и взрослые прошли пешком 16 километров. Маршрут получился достаточно, ну, он небольшой, там, 4 часа всего на него ушло. Но для детей, которые в нем участвовали, вот в этом марше, я считаю, что это было интересно. Потому что я им уже, ну, и в начале маршрута сказали, и по ходу, ну, рассказывали некоторым группам, о чем, что это такое нижегородское ополчение, кто в нем были, как воевали, чем вооружены, во что были одеты, кто командиры его были. Это был, ну, интересный такой эксперимент смелый, что люди сами на этом пути испытывают, ну, примерно, примерно же все, да, примерно те же физические нагрузки, что и тогда, вот, 200 лет назад. Марш проходил по улицам Арзамаса и по дорогам Арзамасского района. Это был первый этап проекта «Дорога героев» 1812 года. В следующем году планируется продолжить маршрут уже от села Абрамова. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Муниципальный детско-родительский форум, простыми словами о главном, собрал около 150 участников – детей, родителей, гостей, педагогов – в стенах школы номер 14. Мероприятие прошло в Сарове во второй раз. Цель форума – объединить семьи в одном общем деле и узнать новую полезную информацию о движении первых. Одними из организаторов форума выступили представители родительского сообщества «Родные и любимые». Отдельно хочется отметить площадку, которую организовали родители, являющиеся участниками родительского сообщества «Родные и любимые». Эта площадка организована исключительно силами родителей, их идеи, их материалы, их подготовка для ребят. Вот эта площадка является тем объединяющим моментом, который, наверное, выступает лейтмотивом сегодняшнего форума. Площадка называлась «Создавай и вдохновляй». Родители провели для ребят мастер-класс по изготовлению игрушек – пальчиковых кукол из вторсырья. Дети делали черепашек, мишек, лягушек, лисичек. Родители помогали, направляли и подсказывали. Кроме этого, в рамках форума работали еще пять площадок. Для участников площадки «Служи Отечеству» организовали выставку военного снаряжения. Ведущие познакомили ребят с деятельностью военно-патриотических клубов и предложили разработать инициативы событий в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Еще одна площадка для ребят, которые увлекаются волонтерством. Сегодня вместе с руководителем ресурсного центра «Добро.ру» они будут погружены в интерактивные мероприятия. Я так думаю, что это будет очень полезным для ребят, потому что сейчас актуально иметь волонтерские часы, которые помогают для поступления. Именно этот вопрос тоже будут затрагивать ребята в рамках этой площадки. На площадке «Будь здоров» участники познакомились с историей ГТО, провели спортивную разминку и сдали нормативы ГТО. Участники видеосалона «Магия доброй истории» посмотрели и обсудили фильм «Хайди» или «Волшебная долина». Для родителей организовали отдельную площадку. Сегодня для родителей открыта своя площадка. Тема против буллинга. Родителям дадут рекомендации, как себя вести с ребенком, который попал в непростую ситуацию. Какой настрой, какая поддержка, какие механизмы реагирования – все это будет проговорено сегодня на площадке против буллинга. Форум стал хорошим толчком обсудить важные вопросы в семейном кругу, поделиться своими открытиями и мнениями. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Проект «Школа правовой безопасности «Мирный код»» рассчитан на школьников от 12 до 14 лет. Участникам рассказывают про такие явления, как экстремизм и терроризм, как бороться с ними, как вести социальные сети, чтобы не привлекать внимание преступных группировок и не стать жертвой их манипуляций. Для ребят проходят встречи с сотрудниками УВД, психологами, руководителями военно-патриотических клубов. На очередную встречу в рамках проекта пришла юрист Центра развития здоровой личности Юлия Храмова. В мероприятии меня пригласили с темой интернет-безопасность и пути преодолевания, но также ответственность, потому что в настоящее время подростки у нас практически 70% времени проводят в интернете, и не все знают, что за некоторые последствия есть наказание и очень много сейчас мошеннических действий. На встрече ребята обсудили, что такое персональные данные, как и где их можно размещать, как выбирать и фильтровать контент, который хочется выложить на свою страничку, чтобы защитить себя в социальных сетях. Также участники вместе с юристом разобрали кейсы из реальной жизни, с какими киберугрозами сталкиваются подростки в нашем городе. К сожалению, наши подростки не понимают ответственности за свое поведение в социальных сетях. Очень много оскорблений, можно заметить, в группах есть молодежные группы. В этих группах можно встретить также и запрещенные, рекламу запрещенных средств. Также в этих группах они друг друга осмеивают, карикатуры, фото, видео. В общем, тем самым страдает психика ребенка. Юлия Храмова рассказала, что затравлю могут привлечь к ответственности либо самого подростка, либо его родителей. Поэтому важно несколько раз подумать перед тем, как совершить противоправные действия. В рамках проекта «Школа правовой безопасности «Мирный код» пройдет еще несколько встреч со специалистами. А в декабре для подростков пройдет квиз по правовой безопасности, где они применят все свои знания. Заключительным мероприятием проекта будет семинар со специалистами Центра профилактики Нижнего Новгорода. Они проведут интенсив для педагогов Сарова. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Химики, инженеры, разработчики, операторы беспилотников, конструкторы кораблей и военных самолетов. В кого только не перевоплощались юные саровчане в рамках восьмого театрального марафона профессий. Даша Отте из группы «Звездочки» 29-го детского сада вместе с мамой в составе своей команды проиллюстрировали работу специалиста по охране труда. Дети, родители и педагоги подготовили творческий номер, который отразил суть профессии. У нас в Сарове каждый второй связан с Росатомом. И мой отец, Евгений Каратаев, он тоже был связан с Росатомом. И вот по его работе я Даша объясняла, что охрана труда, она действительно очень важна. Мне понравилось, когда я выступала. Мне понравилась репетиция, очень было круто. В своих номерах участники восьмого театрального марафона профессии отражали специфику предприятий и городов Росатома. Команды перед началом конкурса случайным образом получали конкретную профессию, предметы, место, которые нужно было логично связать и представить яркое выступление. Команде детского сада номер восемь с элементами повезло. Романтичную профессию слесарей-сантехников воплотили в сказочных образах. Досталось нам еще слово «инструкция». И поэтому нам в этом плане повезло. Слесарь-сантехника и инструкция вполне совместима. Регион нам достался Челябинская область, Три Атомграда, Трехгорный, Снежинский и Озерск. Вот мы выбрали город Снежинск. Идея пришла, что вот как обыграть, конечно, не сразу. Но потом в какой-то момент вот так вот щелкнуло. Двое из ларца, одинаковые с лица. Вот и наши слесаря-сантехники, если вот заметили, то они действительно очень похожи. Папа и сын, царевна-лягушка у нас появилась, Иван. В общем, как-то одно на другое легло. Вот такой вот небольшой веселенький сценарий у нас получился. Ежегодно во время проведения конкурса сцену из-за кулиси Дворца детского творчества окутывает позитивная и креативная атмосфера. Дети совместно с родителями демонстрируют свои танцевальные, вокальные и актерские способности, осознанное представление различных специальностей, яркие костюмы и декорации. В стенах Дворца детского творчества собрались представители талантливой молодежи города. 25-й городской фестиваль самодеятельной песни под диктовку дождя – это не только возможность показать свои вокальные и музыкальные навыки, но и пройти отбор на более статусный молодежный фестиваль – «Зимородок». «Зимородок» – это отдельная большая история. Это фестиваль, который достаточно широко известен в нашей стране. Это зимний фестиваль. Он сначала был детским, потом он стал юношеским, сейчас он молодежный, поскольку ребята росли, вырастали, и мы стали молодежным фестивалем. В грядущем году «Зимородок-2025» состоится с 6 по 9 февраля. Фестиваль проводит городской клуб самодеятельной песни «Поиск» совместно с департаментом по делам молодежи и ядерным центром. География «Зимородка» обширна. Туда съезжаются молодежь и студенты со всей страны. Президент Царовского клуба самодеятельной песни «Поиск» Владимир Теунов и нижегородский музыкант Анастасия Абрамова прослушали выступления городской молодежи. Главный приз фестиваля под диктовку дождя – бесплатная путевка на «Зимородок». Анастасия Абрамова приезжает в Царов уже не первый раз. Она участвовала в различных городских мероприятиях и концертах. По ее мнению, Царовские объединения авторской песни – одни из самых сильных в области. Когда я приезжаю в Царов, такое чувство, что я здесь… Ну, это как будто бы соседний двор моего города. Тем более, что я Арзамаста рядом. Я всегда приезжаю с огромным комфортом сюда. И всегда с большой… Всегда очень жду, на самом деле, сюда попасть. Прекрасный город, прекрасные люди. В Царове есть два песенных клуба, которые занимаются с детьми. Это юношеский клуб авторской песни «След» и клуб самодеятельной песни «Струна», а также студенческий клуб «Стронций». Все эти объединения принимают участие в фестивалях самодеятельной песни. Я могу сказать, что молодежь и участники вот Саровских клубов, ну, такие очень сильные участники. Здесь у вас много есть талантливых людей. Особенно важно, что у вас очень много талантливых педагогов, которые способны работать с молодежью и помогать ей в становлении, чтобы она приносила результаты. Никита Беляевов, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Тофи появилась в приюте в конце апреля. На улице ее с согнутой лапкой нашла женщину и отвезла в одну из ветеринарных клиник города. Там кошки диагностировали растяжение и наложили гипс. Позже Саровченко привезла Тофи в Мурдом, где она долгое время пробыла на карантине. Несколько дней волонтеры наблюдали за кошкой и приняли решение снять гипс. Потом мы заметили, что лапка так и не приходит в нормальное состояние. И, вероятнее всего, все-таки имел место быть перелом, который неправильно сросся. К сожалению, на данный момент финансовых возможностей приюта недостаточно для того, чтобы сделать для Тофи более углубленное обследование, для того, чтобы ей делать рентген. Потому что если у нее подтвердится действительно неправильно сросшийся перелом, либо проблемы с ухожилиями, здесь потребуются операции. Операции дорогостоящие. Мы такими средствами не располагаем. Особенность лапки не мешает Тофи активно двигаться. Болевого синдрома нет. Кошка ласковая и контактная. Очень любит детей. Что взаимно юные волонтеры буквально окружили пушистую постоялицу, когда та вернулась с карантина. Кошечка стерилизована. У нее уже имеются все вакцины, все обработки. Поэтому, если вы хотите подарить ей дом, то обязательно приходите, знакомьтесь с ней. И мы уверены, что она покорит ваше сердце. Котик с забавным именем Ёшкин кот в приюте с начала зимы. Его принесли с улицы с небольшим очагом лишая, от которого быстро избавились. Ослабленный коронавирусом иммунитет привел к развитию инфекционного перитонита. Ёшкин кот выжил. Ветеринарам удалось вылечить все болезни. Он кастрирован, вакцинирован, обработан от всех паразитов. Ввиду перенесенного заболевания Ёшкиного кота лучше, чтобы он был единственным котом в семье. То есть, как мы всегда говорим, можно к собакам, к рыбкам, к попугайчикам, к кому угодно. Но в плане кошек лучше, чтобы он был единственным котиком. А так, можете сами посмотреть, он абсолютно игручий, ласкучий, очень подвижный котик. Если у вас есть маленькие ребята, то он им подойдет идеально, потому что он будет вместе с ними разносить вашу квартиру, вообще активно очень себя вести. И плюс, он при этом очень ласковый, он приучен к лотку, он ест сухой корм. То есть, кот сейчас на данный момент здоров и готов к переезду домой, поэтому тоже приходите с ним знакомиться. Он очень классный. И мы уверены, что Ёшкин кот тоже станет настоящим любимцем и членом вашей семьи. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Или пишите в группу приюта ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Выпускница «Атома», тренер по образованию, инструктор-методист спортивной школы Олимпийского резерва Светлана Кузьменко всегда придерживается здорового образа жизни. Пять лет назад в рамках областной программы ей предложили обучиться новому для нее направлению. Скандинавская ходьба стала для саровчанки настоящим открытием. С тех пор женщина активно тренируется, развивая технику и получая награды на разных уровнях. В начале октября в составе сборной России Светлане удалось стать победительницей чемпионата мира по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Принимали участие спортсмены из 11 стран, ну и в том числе сборная России в составе 16 человек. Соревновательных дистанций было 4. Первая была техническая дистанция. Это такой симбиоз скорости и техники. Она короткая, меньше километра, но на ней очень большое значение имеет именно техника спортсмена. В этом виде программы я заняла четвертое место. Еще одним этапом была эстафета. Три участника шли по 2,5 километра. В женском старте Светлане удалось одержать победу. Последним стал полумарафон 21 километр. Интересная дистанция, одна из моих любимых. Я люблю ходить длинные дистанции, они мне даются лучше, чем короткие. Тоже такая достаточно упорная борьба была. Девочки все шли так скучно, в паровозике. Но в итоге наши сборные России все были впереди своих соперников. Многие ошибочно думают, что скандинавская ходьба подходит главным образом пожилым людям, которые используют палки для уменьшения нагрузки на суставы ног. В реальности все иначе. Данная дисциплина спортивного туризма привлекает внимание молодых спортсменов. Северная ходьба – это не бабушкин вид спорта, что ей можно заниматься активным, молодым, здоровым спортсменом. Она для всех возрастов. И сейчас к нам на всероссийские соревнования активно стали приезжать молодые спортсмены. Лыжники, легкоатлеты, триатлонисты. Они с удовольствием берут палки и встают на палки, изучают технику и начинают принимать участие в соревнованиях. Функциональная база у них есть, сила есть, выносливость есть. И молодежь сейчас очень активно вступает в свои права. И я рада, что мне еще удается бороться с молодыми спортсменами, фактически на равных. В октябре сезон скандинавской ходьбы завершается. По словам Светланы Александровны, зима – время для отдыха и восстановления. Ведь уже в апреле будущего года пройдет первый старт Кубка Азии в Мурманске. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова